МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программа на стороне закона. Свежие криминальные новости, актуальные советы, как не попасть в беду. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как чувствуют себя экзотические птицы, безучастные рептилии и любознательные животные? А еще откуда они приехали на Кубань? Эти вопросы полицейские задавали работникам сферы услуг. В Анапе, Сочи и Новороссийске правоохранители проверили курортных фотографов. Как выяснилось, далеко не все пляжные бизнесмены работают в соответствии с буквой закона. Одни не считают нужным получать лицензию, а другие и вовсе решили остаться невидимками для налоговой службы. Не прошли регистрацию в качестве предпринимателей, но при этом оказывают услуги гостям курортных городов. По результатам проведенных мероприятий составлено 23 протокола об административных правонарушениях. Из них 20 за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. И 3 за самоуправство. Все собранные во время рейда материалы отправились в суд для рассмотрения. Именно служителям Фемиды предстоит определить, сколько денег в качестве штрафов заплатит каждый из нарушителей закона. Тему продолжим. В новороссийский мужчине придется заплатить за желание выделиться. 40 тысяч рублей такой штраф предстоит погасить гостю из Приморского края. В июне прошлого года мужчина купил необычную зверушку. За котенком редкого дальневосточного леопарда покупатель отправился в Иркутскую область. Сделка обошлась ему в 150 тысяч рублей. Естественно, провели ее в обход закона. Новый владелец дикое животное привез на юг. Хищницу поселили в обычном вольере во дворе частного дома. Тоже, кстати, сказать вопреки правилам. О необычном питомце правоохранителям сообщили соседи. Очень уж их смущал грозный охотник. Дело дошло до суда во время разбирательств. Мужчина свою вину признал и готов нести ответственность. Кто агрессор, а кто жертва? Столкновение на одной из улиц Краснодара вызвало жаркие споры в редакции нашей программы. Два внедорожника запутались на одном из самых оживленных перекрестков города. Северный и красный. Белая машина в крайней правой, а коллега на темно-серой левее. Транспортные средства идут параллельно. А дальше вопросов больше, чем ответов. Это рулевой в правом ряду решил пренебречь требованиями маршрутизатора и продолжить путь прямо. Или же его коллега в темной машине облюбовала для себя именно крайний правый ряд на красный. Благо, долго спорить участникам этой аварии не пришлось. Буквально через минуту на них обратили внимание сотрудники ГИБДД. Выслушали обоих, оценили расположение каждой из машин на проезжей части, сделали выводы сами и рулевым объяснили, кто же все-таки допустил роковую ошибку. Уже через 7 минут водители продолжили свои путешествия, а споры в нашей редакции не утихали в течение всего дня. Однако это не помешало нам отсмотреть материалы камер видеонаблюдения на улицах краевой столицы. Далее отчет о других столкновениях в Краснодаре. Число 3 вчера преследовало краснодарских водителей. Начнем с массовой аварии. Сразу 3 авто столкнулись на пересечении Кубанской набережной и Гоголя. Мигающий зеленый сигнал на светофоре означает, что нужно быть готовым остановиться, но нет такого водителя, на свете в голове которого не появлялась обманчивая надежда проскочить. Вот и шофер красного внедорожника так решил. Он надавил на педаль газа, когда машины перед ним уже начали тормозить. Мощный удар нанес немало ущерба. У виновника аварии даже вылетел капот. У авто посередине существенные вмятины с обеих сторон кузова. Меньше всего досталось черному универсалу, но по принципу домино он тоже стал участником происшествия. На место ДТП прибыла сначала скорая, а после и сотрудники госавтоинспекции. К счастью, никто в аварии не пострадал, кроме машин. Их спустя 2 часа убрали с проезжей части эвакуаторы. Вторая авария на красных партизан. Здесь сошлись два чувства. Внимательность и рассеянность. Итак, на улицу вторая линия поворачивает грузовик. Его шофер по-джентльменски пропускает пешеходов, а сзади уверенно мчит малолитражка. Водитель серого авто, не оценив вовремя ситуацию, врезается в большой груз. Больше двух часов разбирались в тонкостях ДТП. Освободили проезд без помощи полицейских. Вот что бывает, когда совсем не уважаешь других шоферов в перекресток улиц Ялтинской и Уральской. Водитель черного авто из крайнего левого ряда очень хочет проехать прямо. Но строгая разметка на асфальте запрещает такой маневр. Кто-то пропустил, кто-то не заметил, а кто-то, может, просто не захотел уступать нашему антигерою. И вполне логичный исход – удар красного седана. Шоферы вышли, осмотрели авто, помахали руками и решили вызвать сотрудников госавтоинспекции. Те подъехали быстро, и уже спустя 15 минут проезжая часть была свободна. С кем проводит время ваш ребенок? Кто его друзья? По каким улицам гуляют ваши сын или дочь? О том, как окружение может повлиять, изменить или настроить против? И что стоит помнить родителям, когда они отпускают свое чадо гулять? Рассказала заместитель начальника отдела по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Татьяна Абраменко. Далее фрагмент интервью, записанного накануне. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Добрый вечер. Давайте поговорим о влиянии улицы. Сейчас летние каникулы, и дети очень много времени проводят сами. Естественно, компании могут быть разные. Расскажите, пожалуйста, в вашей практике было ли так, что именно улица влияет на то, чтобы домашний хороший ребенок становился не очень простым. Переходил в разряд сложных подростков и оказывался на учете у комиссии. Считаю, что действительно улица и вносит определенный вклад, негативный, можно так сказать, в развитие личности ребенка, потому что мы все знаем прекрасно, что родители, для родителей, для многих, одна из задач – это материальные блага, заработать как можно больше денег, чтобы прокормить свою семью, своих детей. И ребенок, он предоставлен сам себе. Понятно, у него отсутствует общение с родителями, которые работают. Он выходит на улицу, ищет себе своих товарищей, сверстников. Значит, что нужно отгородить свое чадо от всех знакомых, от друзей? Нет, безусловно, оградить здесь речи не может быть и те. Необходимо родителям интересоваться, все же, с кем общается его ребенок, какие у него интересы. Друзья, товарищи должны приходить домой, чтобы родитель мог сам увидеть, о чем они говорят, какие у них интересы, что они планируют на ближайшее время. Ну и, конечно же, интересоваться соцсетями, с кем он общается в соцсетях. То есть это должна быть открытая информация. Родитель должен владеть всей информацией, знать, что, чего хочет его ребенок. А можно ли давать ребенку свободу, в смысле, вот личное пространство какое-то, или об этом до 18 лет вообще речи никакой не может идти? Думаю, что необходимо предоставлять ребенку такую возможность, потому что запрет на что-либо, он может еще усугубить то, чего бы мы не желали. Поэтому считаю, что личное пространство все же должно. Но и родитель, считаю, что должен быть прежде всего другом для своего ребенка. А подскажите, пожалуйста, у влияния дурной компании есть какие-то симптомы? И если есть, то как они выражаются? То есть вовлечение, давай попробуем покурить, давай выпьем, да, что здесь, давай пойдем где-нибудь что-нибудь нарисуем. То есть вовлечение. В любой компании есть лидер, который и агитирует на совершение тех или иных, пусть даже они преступления, может быть, проступках, правонарушений. Когда ребенок дома, можно ли как-то по его поведению понять, что с компанией, с которой он связался, что-то не то, и лучше его все-таки оградить, прекратить общение их? Наверное, для начала нужно найти, построить диалог с ребенком, все же выяснить причину. Ну, здесь как? Ребенок может и замыкаться в себе, да, то есть он не будет стараться родителям рассказать о своих планах, либо, может быть, о каких-то своих сопереживаниях, может быть, о каких-то проблемах, с чем он сталкивается. Прежде всего, нужно все же, чтобы родители, еще раз повторюсь, с ребенком наладили деловой контакт, сказали, что ты у меня самый хороший, самый любимый, что ребенок чувствовал заботу, теплоту своих родителей, чтобы мог он им открыться, довериться. Представим ситуацию, что контакт не налаживается, конфликт нарастает, ребенок молчит. Могут ли родители сами прийти к вам и попросить помощи? Ну, наверное, если ребенок не идет на контакт, наверное, мы бы советовали родителям все же обратиться к психологам-специалистам непосредственно. Ну, а к нам, безусловно, мы окажем и помощь, и консультативного характера, мы подскажем, кому подойти, надо будет и комиссию мы уведомим, подключим для работы именно с подростком. Конечно, если же речь будет идти о совершении каких-то противоправных уже правонарушениях, то, безусловно, мы здесь уже и правоохранительные органы будут подключаться. Есть какой-то критерий, когда уже нужно бить тревогу? Ну, опять же, здесь зависит, наверное, все же от родителя. Нужно ли идти уже в органы полиции? Либо, может, все-таки стоит объяснить ребенку, ладно, закрыть на это глаза, что так неправильно делать? И еще рано обращаться в органы, потому что, если уже органы внутренних дел будут владеть какой-либо информацией, ну, пусть даже там у родителей не знали, он взял у них без спроса, да, какую-то сумму денег, либо какое-то имущество, то, безусловно, правоохранители поголовки не погладят, поставят на учет и будут организовать индивидуальную профилактическую работу. Я бы все же, наверное, обратилась для начала, может быть, в школу, к психологу, к социальному педагогу, поработать с ребенком индивидуально, без подключения уже правоохранителей. Спасибо вам большое. Спасибо. Неожиданная эвакуация пострадавшей женщины и спасенной из огня ребенок. Это все последствия пожара. Он произошел сегодня рано утром. В половину четвертого на пульт дежурного поступил вызов. В одном из домов районных гидростроителей полыхает огонь. Первое подразделение оказалось на месте ЧП уже через три минуты. Специалисты решили, нужно позаботиться о людях. Десять человек вышли на улицу самостоятельно, а еще 16 смогли оказаться вне опасности только при поддержке спасателей. Всего с огнем боролись 24 бронсмейстера. Им понадобилась помощь специальной техники. Тушить жилую квартиру на шестом этаже приехали восемь пожарных машин. На то, чтобы обуздать пламя, бушевавшее на площади в 50 квадратных метров, спасателям понадобился почти час. А еще через 15 минут стихию победили полностью. Не обошлось без медицинской помощи. Женщину 40 лет пришлось госпитализировать. Сейчас квартиру, которая превратилась в пепелище, обследуют специалисты. Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной ночного сгорания и где был его очаг. В Славянском районе сегодня были слышны взрывы. Это не учение артиллеристов. Это прощание с опасным эхом Великой Отечественной войны. Плановые работы пришлось остановить на неопределенный срок. Сотрудник подрядной организации увидел в земле металлический предмет. Сам исследовать его не стал. Позвал на помощь силовиков. Взрывотехники Росгвардии приехали на площадку и посмотрели находку. Не один, а почти четыре десятка артиллерийских снарядов за многие десятилетия, проведенные в почве, были изрядно повреждены коррозией. Войнослужащие аккуратно их изъяли, отвезли подальше от жилых домов и благополучно уничтожили. На сегодня это все новости. Хорошего вам вечера. Проведите его вместе с нами на телеканале Кубань24. Увидимся завтра.